Ирод 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 Встань Возьми младенца И матерь его И иди в землю Израилеву Ибо умерли Искавшие души младенца Он встал Взял младенца И матерь его И пришел в землю Израилеву Услышав же Что Архилай Царствует В Иудее Вместо Ирода Отца своего Убоялся туда идти Но получив Во сне откровение Пошел в пределы Галилейские И придя Поселился в городе Называемом Назарет Да сбудется Реченное через пророков Что он Назареем Наречется Первое послание Петра Глава 3 Так же и вы Жены Повинуйтесь своим мужьям Чтобы те из них Которые не покоряются Слову Житьем жен своих Без слова Приобретаемы были Когда увидят Ваше чистое Богобоязненное Житие Да будет украшением Вашим Ни внешнее плетение Волос Ни золотые уборы Или нарядность В одежде Но сокровенный Сердце человек В нетленной красоте Кроткого И молчаливого Духа Что драгоценно Пред Богом Так некогда Так некогда Святые жены Уповавшие На Бога Украшали себя Повинуясь Своим мужьям Так Сара Повиновалась Аврааму Называя его Господином Вы дети Ее Если делаете Добро И не смущаетесь Ни от какого Страха Так же и вы Мужья Обращайтесь Благоразумно С женами Как с немощнейшим Сосудом Оказывая им Честь Как сонаследницем Благодатной жизни Дабы не было вам Препятствия В молитвах Наконец Будьте все Единомысленны Сострадательны Братолюбивы Милосерды Дружелюбны Смиреномудры Не воздавайте Злом за зло Или ругательством За ругательство Напротив Благословляйте Зная Что вы к тому Призваны Чтобы наследовать Благословение Ибо кто любит Жизнь И хочет видеть Добрые дни Тут удерживая Язык свой От зла И уста Своей От лукавых Речей Уклоняйся От зла И делай добро Ищи мира И стремись К нему Потому что Очи Господа Обращены К праведным И уши его К молитве Их Но лицо Господне Против Делающих Зло Чтобы истребить Их Земли И кто сделает Вам зло Если вы будете Ревнителями Доброго Но если И страдаете За правду То вы блаженны А страха Их Не бойтесь И не смущайтесь Господа Бога Светите В сердцах Ваших Будьте Всегда Готовы Всякому Требующему У вас Отчета Вашему Пованию Дать ответ Скротостью И благоговением Имейте Добрую совесть Дабы тем За что Злословят Вас Как злодеев Были Постажены Порицающие Ваше Доброе Житие Во Христе Ибо Если угодно Воле Божьей Лучше Пострадать За добрые Дела Нежели За злые Потому что И Христос Чтобы привести Нас к Богу Однажды Пострадал За грехи Наши Праведник За неправедных Быв Умершлен По плоти Но ожив Духом Которым Он И находящимся В темнице Духом Сойдя Проповедовал Некогда Непокорным Ожидавшему Их Божию Долготерпению Водниное Во время Строения Ковчега В котором Немногие То есть Восемь душ Спаслись От воды Так и Нас Ныне Подобное Сему Образу Крещения Неплотской Нечистоты Омытия Но обещание Богу Доброй совести Который Вошед На небо Пребывает Одесную Бога И которому Покорились Ангелы И власти И силы Первое Послание Петра Глава Четвертая И так Как Христос Пострадал За нас Плотью То и вы Вооружитесь Той же Мыслью Ибо Страдающий Плотью Перестает Грешить Чтобы Остальное Во плоти Время Жить Уже Не по Человеческим Похотям Но по Воли Божьей Ибо Довольно Что вы В прошедшее Время Жизни Поступали По Воле Языческой Предаваясь Нечистотам Похотям Мужеложству Скотоложству Помыслам Пьянству Излишеству В пище И питье И нелепому Идолослужению Почему Они И дивятся Что вы Не участвуете С ними В том же Распутстве И злословят Вас Они Дадут Ответ Имеющему Вскоре Судить Живых И мертвых Ибо Для того И мертвым Было Благовествуемо Чтобы они Подвергшись Суду По человеку Плотию Жили По Богу Духом Впрочем Близок Всему Конец И так Будьте Благоразумны И бодрствуйте В молитвах Более же всего Имейте Усердную Любовь Друг Ко Другу Потому Что Любовь Покрывает Множество Грехов Будьте Странно Любивы Друг Ко Другу Безропота Служите Друг Другу Каждый Тем Даром Какой Получил Как Добрый Домостроителем Многоразличной Благодати Божией Говорит Ли кто Говори Как Слова Божьи Служит Ли кто Служи По силе Какой Дает Бог Дабы Во всем Прославлялся Бог Через Иисуса Христа Которому Слава И держава Во веки Веков Аминь Возлюбленные Огненного Искушения Для испытания Вам Посылаемого Не чуждайтесь Как Приключение Для Вас Странного Но Как Вы Участвуете В Христовых Страданиях Радуйтесь Да И В Явлении Славы Его Возрадуйтесь И Восторжествуйте Если Злословят Вас За Имя Христова То Вы Блаженны Ибо Дух Славы Дух Божий Почивает На Вас Теми Он Хулиться А Вами Прославляется Или Злодей Или Как Посягающий На Чужое А Если Как Христианин То Не Стыдись Но Прославляй Бога За Такую Участь Ибо Время Начаться Суду С Дома Божия Если Прежде С Нас Начнется То Какой Конец Непокоряющимся Евангелию Божию И Если Праведник Едва Спасается То Нечестивый И Грешный Где Явится Итак Страж Создателю Души Свои Делая Добро Книга Бытие Глава Вторая Так Совершены Небо И земля И все Воинство Их И совершил Бог К седьмому Дню Дела Свои Которые Он Делал И Почил В день Седьмый От Всех Дел Своих Которые Делал И Благословил Бог Седьмой День И Осветил Его Ибо Он И Почил От Всех Дел Своих Которые Бог Творил И Созидал Вот Происхождение Неба И Земли Присотворение Их В то Время Когда Господь Бог Создал Землю И Небо И Всякий Пылевой Кустарник Которого Еще Не Было На Земле И Всякую Пылевую Траву Которая Еще Не Росла И Господь Бог Не Посылал Дождя На Землю И Не Было Человека Для Возделывания Земли Но Пар Поднимался Земли И Орошал Все Лицо Земли И Создал Господь Бог Человека Из Праха Земного И Вдунул В Лицо Его Дыхание Жизни И Стал Человек Душою Живою И Насадил Господь Бог Рай В Едеме На Востоке И Поместил Там Человека Которого Создал И Произрастил Господь Бог Из Земли Всякое Дерево Приятное На Вид И Хорошее Для Пищи И Дерево Жизни Посреди Рая И Дерево Познания Добра И Зла Из Едема Выходила Река Для Орошения Рая И Потом Разделялась На Четыре Реки Имя Одной Фессон Она Обтекает Всю Землю Хавила Ту Где Реки Гихон Она Обтекает Всю Землю Куш Имя Третьей Реки Хиддекель Она Протекает Перед Оссирию Четвертая Река Ефрат И Взял Господь Бог Человека Которого Создал И Поселил Его В Саду Едемском Чтобы Возделывать Его И Хранить Его И Заповедал Господь Бог Человеку Говоря От Всякого Дерева В Саду Ты Будешь Есть А Дерева Познания Добра И Зла Не Ешь От Него И Бо В День В Который Ты Вкусишь От Него Смертью Умрешь И Сказал Господь Бог Нехорошо Быть Человеку Одному Сотворим Ему Помощника Соответственного Ему Господь Бог Образовал Из Земли Всех Животных Полевых И Всех Птиц Небесных И Привел Их Так И Было Имя Ей И Нарек Человек Имена Всем Скотам И Птицам Небесным И Всем Зверям Полевым Но Для Человека Не Нашлось Помощника Подобного Ему И Навел Господь Бог На Человека Крепкий Сон И Когда Он Уснул Взял Одно Из Ребр Его И Закрыл То Место Плотью И Создал Господь Бог Из Ребра Взятого У Человека Жену И Привел Ее К Человек И Сказал Человек Вот Эта Кость От Костей Моих И Плоть От Плоти Моей Она Будет Называться Женою Ибо Взято От Мужа Своего Потому Оставит Человек Отца Своего И Мать Свою И Прилепится К Жене Своей И Будут Два Одна Плоть И Были Оба Наги Адам И Жена Его И Не Стыдились Псалом Второй Псалом Давида Зачем Метутся Народы И Племена Замышляют Тщетное Восстают Цари Земли И Князья Совещаются Вместе Против Господа И Против Помазанника Его Расторгнем Узы Их И Свергнем Себя Оковы Их Живущий На Небесах Посмеется Господь Поругается Им Тогда Скажет Им Во Гневе Своем И Яростью Своей Приведет Их В Сметение Я Помазал Царя Моего Над Сионом Святую Горою Моею Возвещу Определение Господь Сказал Мне Ты Сын Мой Я Ныне Родил Тебя Проси У Меня И Дам Народы В Наследие Тебе И Пределы Земли Во Владение Тебе Ты Поразишь Их Жезлом Железным Сокрушишь Их Как Сосуд Горшечника И так Вразумитесь Цари Научитесь Судьи Земли Служите Господу Со Страхом И Радуйтесь Стрепетом Почтите Сына Чтобы Он Не Прогневался И Чтобы Вам Не Погибнуть В Пути Вашем Ибо Гнев Его Возгорится Вскоре Блаженны Все Уповающие На Него Стрепетом 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 Прог pins Стрепетом Стрепетом И Стрепетом И Я